всем привет постараюсь коротко это видео о том как перепрошить TV-Box UGUS AM7 или UGUS X4 что для этого нужно зубочистка сам TV-Box кабель для прошивки компьютер программа прошивальщик и сама прошивка собственно если у вас модель UGUS AM7 как у меня то для вас нужен вот такой кабель такой стандартный как вы используете в смартфонах для зарядки USB Type-C и с другой стороны USB Type-A если у вас модель X4 то для вас уже нужен другой кабель вот такой стандартный USB Type-A с обеих сторон одинаковый далее вам нужно скачать саму прошивку заходим на компьютер вы можете скачать саму прошивку и программу прошивальщик по ссылке под видео где я там оставлю ссылочку то есть прошивка в описании или же вы можете скачать с таких вот сайтов например UGUS.ru так надеюсь вам видно как это все выглядит то есть здесь можно скачать прошивку до любых моделей UGUS например выбираем AM7 модель прошивка и у вас находят только одну прошивку для прошивальщика от прошивки пока что нет если бы была я бы еще показал как ее прошивать но пока что покажем как работает то есть этот способ через прошивальщик также можно скачать эту же прошивку через официальный сайт UGUS то есть выбираем пример UGUS продукт выбираем конкретно продукт примеру AM7 как у меня выбираем кнопку download и вот собственно та самая прошивка самая последняя которая сейчас есть можете инструкцию еще почитать тоже там я добавлю ссылочки под видео то есть вы скачали саму прошивку она у меня выглядит в архиве пример можете разархивировать разархивируете и вот сама прошивка далее программа прошивальщик 302 и инструкция на английском и русском языке примера выбираем программу прошивальщик запустить от имени администратора выбираем язык здесь два языка английский и китайский конечно же английский выбираем у меня она была установлена просто покажу как она устанавливается на диск с примеру иконку на рабочий стол выведем установка программы кстати до этого перед установкой такой программы обязательно зайдите в меню перезагрузки windows и отключите цифровую подпись драйверов но это касается только для windows 10 если у вас windows 8 или 7 то пропустить этот момент собственно все вот драйвер установился все нормально сейчас выведем эту программку сюда у меня здесь две потом расскажу почему далее выбираем эту саму программку этому пока что можно закрыть запускаем программку она у нас по умолчанию на английском языке выбираем третий пункт выбираем английский язык и выключаем ее заново заходим она уже на английском языке далее выбираем settings load emg то есть файл прошивки выбираем где она у вас установленный и загружаем в эту программку сейчас вот программка ее загрузить себе все собственно и дальше просто нажимаем кнопку старт все от этого больше у вас ничего делать нужно на компьютере далее переходим к самому tv-боксу если у вас tv-бокс am7 как я сказал у меня то у меня прошивается через от г разъем от г разъем у нас только type-c то есть через usb какой-то другой не прошьется только через от гашни такой если у вас x4 то там есть разъем написано от г юсби то есть вам нужно использовать уже избе такой вот и подключать через него кабель подключать желательно через материнскую плату на компьютере то есть задней части системного блока компьютера это для корректности чтобы не было проблем далее выбираем так с этой стороны у меня значит так вот как-то доступ сделать здесь у меня есть кнопка reset она здесь подписана на x4 там тоже указана кнопка reset то есть сбоку там увидите тоже зажимаем кнопочку reset зажали и удерживаете и при этом одновременно вставляете в от гашный разъем кабель так далее действий никаких не нужно программка сама обнаружила connect 0 процентов и пошло так надеюсь видно и пошло пошла прошивка сама то есть дальше просто ждете около двух двух с половиной минут у меня по крайней мере возможно у вас будет разное время возможно у вас чуть чуть быстрее будет возможно дольше до 15 минут в зависимости от вашего компьютера там скорости чтения диска например и ожидаете я покажу весь процесс прошивки возможно вам это будет не интересно вы можете промотать я просто покажу возможно кому-то будет интересно по процентам что где загружается на каком проценте что конкретно загружается в прошивке это тоже принципе многим может быть интересно да хочу сказать еще по про программку у меня здесь две программки например и почему 2 потому что например я пытался когда искал прошивку мне продавец который прислал этот стиви бокс прислал мне другую прошивку сейчас покажу как она выглядит сейчас покажу как она выглядит так при этом не закрывая этот модель то есть у меня вот этих два файла я оставлю тоже по ссылке под видео возможно кому-то понадобится но обычно это не нужно потому что если у вас новая версия прошивки уже стоит 102 то назад уже не сможете откатиться поэтому вот это уже будет бесперезно если вас прошивка еще старая то возможно вот эти вот файлы будут понадобиться то есть архив что здесь есть прошивка 042 если вас прошивка еще старая 042 кто еще можно прошивать вот эти вот прошивки там две прошивки то есть через прошивальщик и через ото через это потом покажу мог бы показать точнее если бы была такая возможность так как нет новой версии сейчас отташной поэтому показать не могу а назад обновиться невозможно то есть нет такой возможности чтобы прошить старую версию прошивки но возможно кому-то понадобится все равно оставлю по ссылке под видео но используйте просто вот эти конкретно новые если у вас новая версия прошивки обновилась то уже на старую не пройдете это так для информации вот собственно сейчас прошивка уже завершает свою сейчас вот еще осталось чуть-чуть и будет зеленая полоска что означает что можно выключать подсоединять и свободно уже пользуется тиви боксом верификация проходит последних 3 процента все то есть прошивка прошла успешно далее можно нажать стоп то есть отключить программку и вынимать уже полностью с компьютера и включать до тиви бокс телевизору то есть пользуется полноценно нормально как обычно в общем кому это видео было полезно прошу поставить пальцы вверх на этом тогда будем с вами прощаться до скорой встречи пока